Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чалли и это продолжение урока по Brushify. Предыдущую часть я закрепил в комментарии. В этом видео мы поговорим о том, как настроить шейдер воды, добавить пену и плавный переход к песку, поменять HDRi-освещение, выбрав пресеты из библиотеки Brushify, добавить растительность и деревья на выбранный участок, создать лес и настроить нормальные тени и затенения. Ну что, готовы впитывать интересную информацию? Тогда поехали! Также, если Вы хотите поддержать этот канал, то напишите комментарий, поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео в соцсетях. Это очень важно для его развития. Купите любой из плагинов по ссылкам в закрепленном комментарии. Также, купите любую из моделей на моем CGTrader, ArtStation или купите любой из принтов там же. Итак, в прошлом уроке я обещал рассказать о настройке шейдера воды. С этого начну этот урок. Чтобы настроить поверхность воды, нам нужно зайти в ее материал. То есть активировать объект As Author и в Materials 2 раза кликнуть по превью сферы. В первую очередь, я рекомендую обратить внимание на параметр Fade Distance. Его всегда нужно настраивать под каждый ландшафт отдельно. С помощью этой опции, получается плавное затухание или так называемый Absorption Effect. Затем, как только настроили Fade Distance, приступаем к настройке пены. Потому что, опять же, для каждого случая могут быть свои настройки. Например, у Вас такой Face Distance и пена исчезла. Чтобы она снова появилась, настраиваем Foam Distance. Далее, идут настройки скорости анимации пены и ее тайлинг. Также, сам автор плагина рекомендую включать Normal Bump и использовать такие настройки. Далее, давайте посмотрим, как выглядит вода со стороны игрока. Для этого перетягиваем Player Start поближе к воде и нажимаем Play. И, конечно же, в любой момент, Вы можете изменить цвет воды. И в данный момент, мне не нравится небо. Поэтому, чтобы его поменять, выбираем Sky Dome и в Materials выбираем другой пресет. Такое небо мне кажется более интересным. Понятное дело, что в 4.26 уже есть объемные облака. Но я пока с ними не разбирался. Также, эту H-Drive Вы можете вращать и подобрать понравившийся вид. Как только Вы изменили H-Drive в Sky Dome, сразу же рекомендую перейти в настройки Sky Light. И нажать кнопку Recapture в его настройках. Таким образом, все освещение и отражение станут более правильными. Теперь, если нажать Play, то Вы увидите такой результат. Мне чем-то напоминает Death Stranding в Тропиках. Теперь, давайте поговорим о том, как добавить растительность, лес и так далее. Итак, давайте представим, что у нас фантастический остров и на нем растут не только пальмы, но и есть обычный стандартный лес. Я думаю, добавить его в этой части острова. Итак, для начала изменим биом материал для этой области. Для этого переходим в Mods, Landscape и выбираем вкладку Paint. В списке стандартных слоев Вы найдете шейдер с именем Forest и Forest Dry. Давайте добавим обычный Forest. Как обычно, нажимаем на плюс. Активируем Weight Blended. Сохраняем в ту же папку Weight Info, которую создавали в предыдущем уроке. И нажимаем ОК. Теперь рисуем этим материалом. У него немного другая текстура травы, камней и листная растительность. Да, конечно же Вы можете создать готовую маску и не рисовать вручную, как мы это делали с песком. Но сейчас я не буду тратить на это время. Субтитры сделал DimaTorzok И представим, что здесь я хочу посадить лес. Возвращаемся в Select Mode. Затем Volumes и в строке поиска вводим Folly Edge. Далее выбираем этот объект и перетягиваем в сцену. После чего увеличиваем его область, просто изменяя параметры X, Y, Z в Brush Settings. У Вас должен получиться примерно такой результат. Далее Вам нужно загрузить специальный объект в слот Folly Edge Spawner. То есть для начала в нашу папку Island нужно скопировать все содержимое папки, которая находится в Procedural, Folly Edge, Threes Green. Это делаем в случае, если Вы будете изменять какие-то настройки и не хотите потерять те, что делал автор плагина. Сейчас же я просто перетяну этот файл в нужный слот. Но, как можете заметить, ничего не изменилось и леса нет. Чтобы это исправить, Вам нужно спутиться ниже и нажать на кнопку Resimulate. В итоге, в некоторых частях ландшафта у нас появилась разная растительность из библиотеки. Также нужно включить опцию All of Folly Edge и еще раз нажать Resimulate. Но, как можете заметить, не вся область засажена нужной растительностью. Естественно, можно зайти в настройки спавнера и настроить плотность рассадки. А можно просто не тратить на это время и просто перейти в мод Folly Edge. Выбрать нужные ассеты или выделить их все. И затем начать рисовать в нужном месте. С помощью удержания клавиши SHIFT, можно удалять растительность. Теперь давайте перенесем игрока в эту область и посмотрим, что получилось. Единственное, что мне сейчас не нравится, это настройки теней. И в прошлом видео, я обещал рассказать, как их настроить так, чтобы все выглядело нормально. Во-первых, давайте сделаем более солнечный, яркий день. Для этого увеличиваем силу Sunlight до 5. Затем спускаемся ниже и обращаем внимание на вкладку Cascade Shadow Maps. И параметр Dynamic Shadow Distance. Автор настроил это значение таким образом, чтобы оптимизировать viewport. В данный момент у меня 120 FPS. Допустим, если увеличить это значение до 4 миллионов, то вы увидите, как появились тени от деревьев и все стало более естественным. При 5 миллионах результат выглядит еще лучше. То есть, этот параметр влияет на настройку расстояния, на котором будут отображаться тени. И все зависит от положения игрока. Поэтому, для начала, давайте поставим 3 миллиона и посмотрим, как это все выглядит с его стороны. Итак, наконец-то видим нормальную тень от игрока, также тени от деревьев. Но, чтобы улучшить затенение деревьев вдали, увеличиваем этот параметр до 5 миллионов и смотрим на FPS. Меня вам вполне устраивает. Кстати, при желании, вы можете еще добавить тени от облаков. Продолжение следует. Продолжение следует...